Обсуждение краевого бюджета стало традицией проводить в Туапсе летом. За окнами цитут Магнулии, а в холле городского Дома культуры играет симфонический оркестр, что придает такому событию особую праздничную атмосферу. Цель выездных парламентских слушаний – объяснить избирателям, налогоплательщикам, куда направлялись бюджетные средства и к какому результату привело финансирование тех или иных программ, то есть дать возможность проанализировать эффективность бюджетной политики края. Объем доходов консолидированного краевого бюджета с учетом федеральных средств по итогам 2012 года достиг 245 миллиардов рублей, а собственные доходы консолидированного бюджета края – более 174 миллиардов рублей. В результате исполнения краевого бюджета за прошлый год удалось добиться повышения заработной платы работников госучреждений на 6,5%. Профинансированы надбавки к заработной плате от 3 до 6 тысяч рублей. Также профинансированы краевые целевые программы, государственные инвестиционные проекты, реализуемые на территории края. В экономике региора привлечено почти 80 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, а если с иностранными инвестициями, то эта цифра превысила 1 триллион. И поэтому показатели в государственном крае по объему инвестиций также занимают предыдущие позиции в Российской Федерации. Расходы на образование составили 35,5 миллиардов рублей. На Кубани активно строятся детские сады. За прошлый год капитально отремонтированы 25 дошкольных учреждений. Построено 75 спортзалов. Уже с 2014 года весь образовательный процесс будет финансироваться за счет средств края. На развитие здравоохранения затрачено почти 43 миллиарда рублей. 14 из них перечислено на страхование неработающего населения. Около 2 миллиардов рублей на обеспечение бесплатными лекарствами. И почти полтора миллиарда рублей на развитие высокотехнологичной помощи. Что же касается социальной политики, то здесь было израсходовано 42,6 миллиардов рублей. Более 15 миллиардов ушло на оказание помощи пострадавшим в результате наводнения в Крымске. Финансовую помощь получили 86 тысяч человек. На отрасль культура было направлено более 3 миллиардов рублей. За прошлый год отремонтировано 15 клубных учреждений в городах и районах края. На развитие сельскохозяйственного производства ушло 7,6 миллиардов рублей. 464 миллиона было направлено в муниципальное образование на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств ИЛПХ. Примером такой финансовой помощи стал доклад анапского индивидуального предпринимателя Владимира Вильямса. Отраслью животноводства он занимается с 2003 года. Начал свою деятельность с малого – разведение и откорма на личном подворье свиней и рогатого скота. С годами успешно увеличивал поголовье. Стартовым капиталом для развития его бизнеса послужили бюджетные субсидии. Уже 8 лет на территории государственного края существует и успешно работает программа государственной поддержки малых форм с хозяйствами. И мои коллеги получают бюджетные средства по таким направлениям, как субсидирование производства мяса и молока, производительность сельскохозяйственных животных и птиц, строительство теплиц, предвидение капельного орошения, возврата части суммы, уплаченных процентов полученных пяти. В ходе пресс-конференции председатель ЗСК Края Владимир Бикетов сакцентировал внимание журналистов на работу крестьянско-фермерских хозяйств и ЛПХ. Выступление предпринимателя из Анапы стало явным доказательством того, что при желании работать все складывается удачно. Мы с вами слышали выступление, я второй раз возвращаюсь к этому, предпринимателю из города Анапы. На мой взгляд, это образец того, как человек должен относиться к тому делу, которым он занимается. В чем его сила? Он понял, что он работает не на кого-то, не на рынок, он работает на свою семью. И сегодня рынок, у него вот востребовал свинину, он ее производил и сказал, высокорентабельное производство. В то время как есть такие, которые говорят, убыточно, потому что он не умеет работать. Анализ использования краевого бюджета дает возможность реально оценить, как подходить к формированию бюджета будущего года. И чем лучше будут работать кубанцы, тем эффективнее будет наполняемость бюджета края. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. ТОПСы. Анапа. Регион.